Третье из полезных правил счастливой жизни – это занятость каким-нибудь полезным делом и полезной наукой. Эмоциональные нагрузки и озабоченность сердца проблемами рождают тревоги и переживания. Устранить их можно, сосредоточившись на чем-нибудь другом, к примеру, заняв себя каким-нибудь полезным делом или изучением какой-нибудь полезной науки. Подобная занятость даст возможность отвлечься от того, что стало причиной беспокойств, а возможно даже поможет полностью забыть о неприятностях. Лучше всего, если это будет занятое занятие любимым делом, именно тем, что вызывает у человека положительные эмоции. В этом случае это в наибольшей мере будет способствовать достижению желаемого, поскольку от занятия тем, что ему по душе, он начинает испытывать радость, проявлять больше активности. Эта мера действительно в отношении как верующего, так и неверующего, однако верующий отличается от остальных тем, что во все он вкладывает веру, искренность и всегда надеется на награду Всевышнего. В данном случае за изучение какой-либо науки или обучение ей, или за занятость каким-либо иным благим делом, он надеется на награду Всевышнего. Если дело, которым он занят, является одним из видов поклонения, то он еще обеспечивает ему награду за поклонение. Если же это какое-то ремесло или увлечение, совершаемое с благими намерениями и целью использования его как средство проявления повиновения Аллаху, то это может стать эффективным способом избавления человека от забот и печали. У скольких людей беспокойство приобрело хроническую форму, и это стало причиной появления у них множества различных болезней. Целительным лекарством для них становились придача забвению то, что внушало им беспокойство, и занятие чем-либо из своих увлечений. Аллах знает обо всем лучше. Продолжение следует...